Независимо от того, что происходит на земле, независимо Иисус есть Господь И за Ним последнее слово Мы слышали одну притчу, которую Иисус рассказал Что один человек работал на поле Он работал на поле И вдруг, представляете, пришел на работу, вроде бы копает, копает И вдруг, тык, и что-то там, внутри, под землей А Иисус говорит, написано там, что это был клад Представьте, человек Случайно как бы Случайно Не думая, что там что-то есть Поле и поле Вдруг он находит клад И вы знаете, что первая реакция человека Это радость Это радость Но и в то же самое время мысль Поле-то не мое Клад-то не мне принадлежит Я-то нашел И написано, он Закапывает Втайне это держит Идет Все, что имеет, продает И покупает то поле Он делает это законным Представляете, у него такая радость У него такая радость И вот Иисус, Он рассказал эту притчу И Он рассказал о том, что Бог среди вот, знаете, вот этой земля Он нашел нас как сокровище И Он от радости отдал все Он отдал Своего Сына Чтобы нас приобрести это сокровище Теперь смотрите Притча переворачивается Потому что Слово Божие многогранно И многообразно И теперь Господь показывает Что человек нашел Человек нашел Бога И открыл в Нем радость На самом деле Я вам скажу честно Все, кто нашли это сокровище По имени Иисус Они все радостные У них счастье через край Почему? Потому что это источник всей радости Это источник Поэтому всем, кому еще Предстоит это сделать Делайте это Продолжайте искать Может вы верите Но вы не такой радости Не переживаете Для вас Иисус обычный Но как может быть Клад обычным Сокровище Поэтому продолжайте копать Продолжайте искать И вы обязательно найдете Господь Обязательно появится Там, где вы копаетесь Этот клад такой, знаете Появится специально там Он там зарыт Бог дает Тем, которые прилагают усилия Бог не дает тем, которые Знаете, ничего не делают Не молятся Не ищут Не спрашивают его И вдруг Господь им Открылся и порадовал их Господь хочет увидеть С нашей стороны Ожидание Господь хочет увидеть Интерес с нашей стороны Что у нас есть Желание познать его Встретиться Потому что так много Людей говорят Что Бог хороший Но я-то этого не знаю Мне-то это лично Надо вкусить и узнать И вот Господь готовит Сюрприз для многих Аллилуйя Итак, тема проповеди Будет называться Слово от Бога Дорогой брат Дорогой друг Дорогая сестра Все, что нам нужно Сегодня На сегодняшний день Сегодняшнее, может быть Такое необычное Специфическое время Это Слово от Бога Вся наша жизнь Она меняется Когда звучит Слово Божье Евангелие от Иоанна Первая глава Первый стих Звучит так Вначале было Слово И Слово было у Бога И Слово было Богом Вначале Вначале Если мы хотим знать Что было Было Слово Вот если мы хотим Видеть в нашей жизни Преображение Если мы хотим Видеть большие перемены Знаете Не в том Что там у нас Что-то появляется А вот чтобы Здесь у нас Были перемены Первое Первое Это должны быть перемены Что Бог хороший Знаете Как многие люди Ходят С мыслью о том Что Бог Он Знаете Такой Плохой Далекий дядя Знаете Вроде бы Родственник какой-то дядя Ну Какой-то он вообще Далекий такой Чужой такой Знаете Или он например Жадный Он мне не дал Я просил Он мне не дал Или ему наплевать На меня Я столько молился Как один Парень рассказывал Что он за маму Молился Мама была В алкогольном Состоянии И в компании Ее подрезали Пырнули ножом И вот он Говорит Я будучи парнем Мальчиком Я говорит Всю ночь Стоял на коленях И просил Бога Чтобы мама Не умерла Просил Молился Боже Боженька Боженька Помоги Чтобы мама Не умерла Мама умерла И он больше Бога знать Не хочет Он больше Бога знать Не хочет То есть люди Не готовы Пройти дальше Их что-то Останавливает Знаете Нас не то Что высокие Барьеры Останавливают Нас иногда Просто маленькие Барьеры Останавливают Вот есть какое-то Препятствие Есть какое-то Препятствие И человек Не может Через него Перейти Перешагнуть Чтобы потом Позже Понять И узнать Многие вещи Он готов Порвать с Богом Но если ты рвешь С Богом Вообще Я скажу так Мы такие Счастливые люди Я просто стоял Здесь Прославлял Бога И осознал Что это Нам так повезло Что мы знаем Бога вообще Что Бог Нас нашел Обращается К нам И что вот Мы сейчас Слушаем Здесь будет Много Бога Здесь будет Звучать Слово Божье Ты обязательно Если ты ищешь И человек Ты обязательно Сегодня Получишь От Бога Информацию Ты получишь Слово Вы знаете Как нам повезло Что мы знаем Бога Это самое главное Это самое Великое сокровище Это ключ Ко всем замкам Ко всем тупикам Это дверь Там где Даже ее И быть не может Аллилуйя Второй стих Говорит Все что существует Было сотворено Через него И без него Ничто из того Что есть Не начало Существовать Если мы хотим Знать Законы физики Законы Всякие разные Еще которых Даже не открыли Люди Это все Было создано Богом Личностью Все было создано Богом Его живым Словом В нем Заключена Жизнь И эта жизнь Свет Человечеству Хочешь иметь Жизнь Соприкасайся Со Словом Божьим Соприкасайся Со Словом Божьим Хочешь иметь Смерть Включай Новости И смотри Что дальше Продолжение следует Что там С Байденом Что там С Путиным Что там Россия готовит А что С коронавирусом А маски Куда их одевать Уже На полностью На все лицо На глаза тоже Или так Или как А сколько Можно собираться А сколько А вообще жить можно А дышать А из дома Можно выходить Можно мне из дома Выходить Всегда будут Какие-то Здесь придумывать Какие-то Препятствия Человеку Всегда На земле Времена Меняются И дьявол Он злой Он знает Что ему Мало Осталось Времени Он знает Что он Будет брошен В озеро Огненное Он знает Это Поэтому Когда у него Остается Мало Времени Он работает На выживание Мы живем В релаксе Ну в принципе Неплохо Было бы Вы поймите Когда сражаются Два человека Один пришел Просто Завоевывать Сытый Консерв Хлеба наелся Молока Напился Пришел Воевать А другой Воюет Он свою землю Отстаивает Он воюет Потому что У него хотят Забрать Его семью Жизнь Я не знаю Все Все хотят Забрать Поработить Его хотят Знаете Как по-разному Будут воевать Люди По-разному И мы знаем Вот эти Великоотечественные Войны Мы знаем Народ Который Нельзя Притеснять Что он Не нападает Но если Его притеснишь Медведя Он опасен Так каждый Человек Когда идет На выживание Мы кидаем Все силы Терять Нечего Терять Нечего Так же Дьявол Он такая Личность Ему терять Уже Нечего Все что Можно было Он потерял Поэтому он Уже Как будто бы Летит В озеро Огненное И по дороге Он хватает Всех Кого только Может Все души Души Царей Хватает Президентов Банкиров Хватает Всех Всех Врачей Фармацевтику Все захватывает Все что только Возможно Проплачивает Абсолютно Все Я смотрел Речь Президента Из Танзании Президент Представьте Он говорит Мы взяли Три образца Мы взяли От какого-то Он говорит Животного Потом От папайи Вроде бы От какого-то Даже Овоща И мы Назвали их Человеческими Именами И все Результаты Все образцы Показали Позитив Что там Есть коронавирус Он говорит Мы от стены Отколупим Отколупим Кусочек Отнесем И скажем Это Мария Мария Васильевна И ей будут Проверять В лаборатории Да Коронавирус Они просто Решили Пойти Так вот Дайте Как говорится Взять На пушку Как говорится Просто Проверить И тогда Он задумался А может быть Они все Проплачены А может быть Они все Им заплатили Большие деньги Раз они Это делают Это не последний человек Это президент страны Говорит Поэтому нам Есть над чем Задуматься Мы понимаем Что во главе Стоит дьявол В всей этой заварухе Стоит дьявол И поэтому Мы видим Как по-разному Ведут себя Многие церкви Сейчас расслабляются Это время отдыха Это время отдыха Это время подумать А дьявол Это не дурак Не глупый Он говорит Это время Атаки Страшной атаки Он просто Миллиардами Захватывает Души По-разному Воюем Мы вообще Не воюем Иисус Написано Пришел Разрушить Дела дьявола Он говорит Для того Ты явился Сын Божий Чтобы разрушить Дела дьявола Вы думаете Иисус исцелял Что это? Это дело Он разрушал Дела дьявола Бабушка была Согнутая такая Вообще Только землю Рассматривала Не могла даже Посмотреть В лицо кому-то На небо Ее дьявол Обнаглел Бам ему И выпрямил Женщину Эта женщина Ходила с прямым Позвоночником Это то Что сегодня Дьявол делает Нагибает Ногих Вот так вот Ты будешь смотреть Только в землю И думать Только о проблемах Земли Где есть Что мне есть Что мне пить Во что одеться Будешь только Об этом думать Думай Думай Об этом Думай Где деньги заработать А Господь Говорит Поднимите Ваши очи Посмотрите На лилии Посмотрите Бог заботится Обо всем Доверяйте Богу Иисус говорит Доверяйте Богу Одежда будет вам дана Пища Питье Все будет Но вы Сначала ищите Бога Он привязывает нас К Богу И знаете Каждое чудо Почему дьявол Искал убить Иисуса От самого рождения Потому что он знал Что если он это не сделает У него будут такие проблемы И у него так и произошло По его вере Он же младенца Иисуса искал Он искал Ирод сказал Волхвам Когда найдете его Расскажите мне Где он В точности Идите Разведайте Я приду И поклонюсь ему Ага С копьем Явился ангел Этим Волхвам И сказал Уходите Быстрее Другой дорогой И они ушли Ушли Ничего не сказали Иисус был спрятан Он должен был вырасти В твоей жизни Иисус должен вырасти Когда он родился Он родился А все что рождается Оно маленькое Когда Иисус Родился в твоем сердце Он родился маленький Он не родился Всемогущий Бог Он как будто бы маленький Ты его вообще не знаешь И он практически Ничего не может Но со временем Ты как бы даешь ему расти И как Иоанн сказал Ему должно расти А мне умоляться И вы знаете Почему многие зрелые верующие Смотришь Они и другим могут помогать И советом И консультацией Помолиться Потому что Иисус в их жизни Просто вырос Не потому что они лучше Они просто следовали Вот этим Знаете Закономерным пунктам Скармливали Иисуса Доверяли ему больше Становились меньше Меньше А Иисус то все больше 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 И он смог потом Благословлять людей Так и в жизни Марии Иисус он вырос И она ему сказала Сын иди и служи Все что он вам скажет Сделайте Она сказала Представляете Такая мама пришла На праздник Все что он вам скажет Сделайте Они такие Да хорошо 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 Пошли и все сделали Было чудо Мы знаем Было большое чудо Каждый раз Когда земля Слышала Слово От Бога Происходили Большие изменения Появлялось то Чего еще не было Библия говорит Самое начало Появления Земли Человечества Слово Божие Нам повествует И говорит В начале было В начале сотворил Бог Небо И землю Земля же была Безвидна И пуста Ничего себе Бог сотворил Землю Не на что смотреть Даже Водяной шар Темный водяной шар Другими словами Подождите Подождите Он Этапами Специально Это все Творил Для того Чтобы нам Оставить пример Как мы должны Поступать И написано И сказал Бог Видите И сказал Бог Этой безвидной Бесформенной земле Все что ей нужно Ей никто помочь Не смог бы Поверьте Потому что никого И не было Ее только мог Преобразить Бог Своим словом Этой земле Бесформенной Нужно было Слово От Бога И когда она Услышала Другими словами Рэмо Это живое Слово Творящее слово Когда эта земля Услышала Рэмо Слово от Бога Пух И появился Свет на этой земле И тьма Не объяла Его Библия Говорит И потом Бог Говорил И появлялась Там Природа Появлялись Звезды Появился У нее Этот Космос Появилось Все Рыбы Жизнь Закипела И когда Поправляли До определенного Момента Пока Не появился Дьявол И они Пошли с ним На компромисс Они пошли С ним На сделку Вот это Большая Была Допущена Ошибкой Глупость Глупость И когда И когда Мы теперь Сегодня Страдаем Из-за Какого-то Греха Мы знаем Что это Была Глупость Сделанная Наших Родителей Первых Людей Но мы Прощаем Их По одной Причине Что если бы Мы там Были Мы бы То же Самое Сделали Кто-то Ругает Ну Адам Из-за Тебя Я Такой Вообще Страдаю Ева Где Это Ева Послушай Ты Точно Так же Сделал Потому Что Иисус Уже Был Заклан За нас Написано Что Иисус Был Заклан Прежде Создания Мира Ничего Еще Не было Божий План Уже Был Что Иисус Умрет Пойдет На крест Все Что Нужно Было Земле Чтобы Произошли Изменения Это Слово От Бога А Давай Сейчас Так Перефразируем Мы С вами Люди Мы Прах Земной Мы Из Праха Взятые В прах Возвратимся Мы Земля Мы Взятые Из Земли Написано Бог Взял Из Земли И Слепил Человека Откуда Был Взят Человек Из Земли Так Вот Земля Тебе Нужно Слово От Бога Чтобы Произошли Благословения В твоей Жизни У Многих Слово Бога Пылится На Полках Пылится Оно У вас Есть Оно Доступно У Каждого Человека Есть Выход Из Самой Сложной Ситуации Но Стоит Взять С полки Стряхнуть Эту Пыль Открыть Получить Откровение И озвучить Вот что Важно Озвучить Потому что Бог Сказал Он имел Это слово Внутри Он имел Потому что Все слова Это Материализованные Мысли Вначале Это мысль Это не Слово Это новое Мышление Должно Быть И Когда Наше Мышление Новое Тогда И слова Идут Новые Так Вот Многим Надо Взять Слово Божие Встряхнуть Три Сантиметра Пыли Со Скрипсти Открыть Страницы И Начать Сотрудничать С живым Словом Взаимодействовать И Когда Вы Начнете Озвучивать Это Слово Будут Чудеса Вашей Жизни Сотник Сказал Скажи Только Слово Скажи Не надо Ничего Ничего Все Убираем Никто Помочь Ему Не может Ни Медицина Ни Деньги Никто Никто Не может Помочь Да Деньги Да Это Самое Легкое Когда Ты Можешь Заплатить И У Тебя Все Решилось Поймите Есть Намного Серьезнее Вопросы Где Никто Не Поможет И Там Нужно Слово И Сотник Говорит Иисусу Скажи Только Слово Иисус Прям Такую Паузу Сделал Паузу И Он Говорит Вот Это Вера Вот Это Вера Вот Это Вера Он Не Мог Просто От Радости Представляете Он Говорит Иди За Это Слово Слуга Твой Здоров Здоров Он Он Даже Не Говорил Да Сотник Хорошо Сейчас Скажу Слуга Который Находится По Такому Адресу И Слизь Нет Говорит Все За Это Слово Представьте Он Не Молился Он Просто Сказал Что Твой Слуга Здоров И Тот Моментально Стал Здоров Даже Молиться Не Надо Было За Этого Человека Иисус Просто Сказал Слуга Твой Здоров Все Оттого Отпрыгнули Все черти Все болезни Вся горячка Он Встал Свежий Как огурчик Как говорится Что надо было В этой ситуации Только Слово Только Слово Больше Ничего Только Слово Запомни Тебе Сегодня Надо Только Слово Хорошо Ты слышишь От Слова От Служителей Да Это Тоже Согревает Это Тоже Вдохновляет Это Тоже Но Иди Дальше Дальше Не останавливайся Иди И получай Слово Из Источника Из Источника Конечно Маленькие Дети Не могут Сами Себе Налить Попить Они у нас Просят Они Видят Что ты Пьешь Сразу Просят Дай Тоже Я им Даю А детки Которые Постарше Взяли Себе Сами Налили Источник Вот он Бери Слово Приносит Пользу Когда оно Озвучено А не Просто Написано Дьявол Специально Озвучивал Слово Божье Для Иисуса Он Говорит Сделай Сделай Камни Хлебами Иисус Ему Говорит Написано Иисус Ссылается На Слово Божие Знаете Что Иисусу Помогло Умереть От Голода Не Еда А Слово Иисус Сказал Всякий Человек Будет Жить Всяким Словом Исходящим Из Уст Божьих Моисей 80 дней Ничего Не ел И находился В присутствии Божьем 80 дней Ничего Не ел Даже Может быть И не пил И находился В прекрасном Состоянии В прекрасном Состоянии Так что Он смог Спуститься С горы Он первый раз Поднялся На гору Был в присутствии Бога 40 дней Потом Когда спустился Это тоже Силу Надо Энергию Он увидел Что народ Забыл уже Бога Он поднялся Второй раз Он поднялся У него были силы Он находился В присутствии Бога И в присутствии Бога Тебе даже Воздуха Не надо Тебе ничего Не надо Ты можешь жить В присутствии Божьего Потому что Присутствие Бога Самого Бога Оно Несет Жизнь Отменяются Все Законы Аэродинамики Так же Как аэродинамика Отключает Закон Гравитации Ох Ничего себе Такие закончики Да Есть закон Аэродинамики Так что Предметы Которые Тяжелее Воздуха Которые Могут быть Тяжелее Какого-то Большого Дома Летают В воздухе Человек Просто Смог это Сделать Потому что Открыл закон Который Уже Был Бог Эти законы Сделал И если Он сделал Эти законы То Он тебя И прокормит И пропоет И Даст тебе Жизнь И твоим Детям И твоему Поколению Роду твоему Всему Еще После тебя Будут Роды На земле Иисус Придет Восхитит Нас Но еще Много народов Останется Здесь Будут дальше Люди Продолжать Жить Поэтому Пойми Итак Иисуса Спасло В этой Ситуации Когда Пришел Дьявол А дьявол Знает Когда Приходить Когда Ты Слаб Когда Ты Слаб Когда У тебя Сомнения Уже Все Написано Иисус Залкал Захотел Есть Иисус Сослался На Слово Он Озвучил Это Слово Оно Было Написано Вот Оно Все Есть Выход Лекарства Все Внутри Но Ты Бери Оттуда Доставай И Иисус Скал Не Хлебом Одним Будет Жить Человек Но Всяким Словом Исходящим Из уст Божьих Слово От Бога Рэма Всяким Словом Исходящим Из уст Бога Он Мне Говорит И Я Слышу Как Соломон Писал Сын Мой Преклони Ухо Твое Преклони Ухо Твое Крича Моим И Он Начинает Мудрости Учить Преклони То есть Начинает Так внимательно Слушать Так внимательно Слово Слово Царя Мудрейшего Самого Мудрейшего На земле Я думаю Стоило Послушать Каждый Из нас Может Каждый День Слушать Слово Этого Царя Открывайте Книгу Притчи Открывайте Книгу Эклисиаст Открывайте Книгу Песни Песней Там Море Море Мудрости Чудес И Принципов Жизни Запрети Дьяволу Воровать Запрети Ему Воровать Твою Пищу Он Отец Ты Сын Вообще Не должно Быть Между Вами Никаких Прослоек Никаких Посредников Только Иисус Между Тобой Богом Только Иисус А все Остальные Проповедники Они Тебя Туда Будут Толкать Они Тебя Будут Подталкивать Туда Все Божественные Люди Они Тебя Будут Говорить Давай Давай Ты должен Сам Услышать Ты должен Сам Услышать Своим Ухом Своим Сердцем Ты должен Лично Услышать Слово От Бога Многие Верующие Даже Не понимают О чем Идет Сейчас Речь Они Думают О чем Он Говорит Вот Об Этом Я Говорю Вам Нужно Лично Услышать Бога Вот Если Вы Ничего Не Запомните Из той Проповеди Что Сегодня Звучало Из этой Длинной Проповеди Запомните Одно Вам Необходимо Больше Всего Сейчас Услышать Слово От Бога Будьте Благосоверны Давайте Сейчас Молить Спасибо Брат Брат Слышим Брат